Родители не выбирают, гласит народная мудрость. Но что делать, когда самые родные люди забывают о своих детях? Не только не заботятся о них, но и алименты не выплачивают. Судебные приставы вместе с нашей съемочной группой отправились к таким безответственным родителям. Счастливые лица детей и молодая красивая женщина. Эти фотографии на стене будто из другой жизни. Ираида уже не помнит, когда в последний раз видела свою младшую дочь. Приставы уже неоднократно пытались трудоустроить женщину, но пока безуспешно. Ее несовершеннолетняя дочь проживает у опекуна, а родная мама даже не может устроиться на работу, чтобы хоть как-то помочь своему ребенку. Она должна почти 300 тысяч рублей. Мать троих детей неоднократно судима за злостное уклонение от уплаты алиментов. Нет, это направление вы получили от судебного пристава-изболонителя, чтобы обратиться в центр занясти населения. Вы обратились? Нет, не обращалась. Я знаю, что у вас есть направление. Вы должны были по этому направлению встать на учет в качестве безработного для трудоустройства, чтобы оплачивать и удерживать алименты с вашей заработной платы. Не обратились? Почему? Не исполнено требование? У меня на дорогу денег нет. Это Валентина. У нее две несовершеннолетние дочери, которые проживают с отцом. Ее тоже лишили материнских прав. Общая алиментная задолженность у женщины – 135 тысяч рублей. Я в очередной раз вас предупреждаю по стою 57-й. Даю вам срок еще неделю, чтобы трудоустроиться. Трудоустроиться из должников никто не спешит, говорят судебные приставы. Но меры к ним применяются жесткие. Рейды по должникам регулярные. Приставы проверяют имущественное положение. Вещи, принадлежащие неплательщику, арестовываются и затем реализуются через торгующую организацию. Деньги поступают на счет ребенка. Если сумма долга превышает 100 тысяч рублей, приставы забирают у злостных неплательщиков алиментов даже машины. Вообще в 2013 году у нас привлеченные к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов было 46 уголовных дел. Данной категории относятся в основном неплательщики, которые лишены родительских прав, которые злостно не исполняют свои обязанности, не трудоустраиваются. Родителям, у которых невыплаченная сумма превышает 10 тысяч рублей, запрещается выезжать за пределы России. В прошлом году таких в Чебоксарском районе было 194 родителя. Всего в муниципалитете около 450 должников по алиментам. Это число постоянно меняется. Поступают новые дела, какие-то закрываются. Судебные приставы начинают свою работу с предупреждения должников. Если после двух предупреждений должник не трудоустраивается и не начинает выплачивать алименты ребенку, то дело передают в суд. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.